Дорогие друзья, под ваши аплодисменты мы начинаем презентацию серии «Самая страшная книга» с участием Дарьи Бабылёва и Михаила Парфёнова. Давайте планируем к нашим гостям, которые сегодня здесь, друзья, поддержим. Михаил Парфёнов, Дарья Бабылёва прямо сейчас у нас на стыде АСД, в той части, где мы представляем художественную литературу. Дорогие друзья, подавайте, что не годы отличаются в серии, которые были в Киеве Парфёнове, по-другому передам слово, и он просто развернут такую подсчасть об этой серии, а потом вам это поговорим. Я думаю, что вам слово, пожалуйста, расскажите вам. Ну вот для начала, наша презентация в виде видеоролика. Что мы с собой представляем, чем мы занимаемся, в принципе. Добрый день, Николай Стариков. Очень страшная книга «Танка». В общем, мы делаем ужасы. Мы пишем ужасы, листику, выпускаем книги с 2014 года. С каждым годом все больше, все лучше, все выше в тираже. Один из бестселлеров этого года у нас – это арт-бук, это книга-альбом, то есть мы расширяем наши виды деятельности. Бестселлерами в этом году стали произведения Дарьи Бубылёвой, которые здесь, рядом со мной, находятся на этой сцене. Роман Гюргий был замечен в Гритинге, был вытянут на несколько литературных крупных премий. Попал в «Гонгвесты», «Интерпресс-гон», «Большая книга», «Ясная поляна», «Премия», «Посе» и, наверное, еще какие-то, я не знаю, выпущен второй уже дополнительный тираж. Он, по-моему, практически продан. Вышел авторский сборник Дарьи «Ночной взгляд», который тоже уже первый тираж практически продан. Насколько мне известно, на складах представительства уже какие-то считанные экземпляры, а старик. Мы рады всегда поговорить о пульсах мистики, хорроре, хотя, как правильно кто-то из коллег заметил, наверное, наши соседи по политической части это более страшная вещь, чем то, что делаем мы. Ну вот, в общих чертах, общий тираж, как было сказано в этом видео, уже достиг 100 тысяч экземпляров. Я думаю, для того жанра, того направления литературы, который у нас в России еще несколько лет назад считался чем-то абсолютно маргинальным и никому не нужным, не интересным, это действительно большой, солидный успех, которым мы гордимся. Ну и у нас большие планы на будущее, в частности, уже приобретены права на экранизацию «Уберков», приобретены права на экранизацию одного из рассказов, выпущенных другого автора, не дали Анатолия Уманского, рассказ «Америка». Права на экранизацию также были приобретены. В ближайшее время, в октябре, должна выйти наша антология «Самая страшная книга 2020», а вслед за ней последуют антологии «13 привидений», последует книга-альбом «Миры Говарда Филлипса», «Лавкрафта», «Второй том». Работаем потихонечку над первым комиксом, выпускаются наши книги, начали недавно выпускать в аудио формате. То есть «Самая страшная книга» потихонечку завоевывает, ну если не мир, то, по крайней мере, наши родные осины, березы, растим матушку. С чем я всех, собственно, и поздокрытаю, наверное. Спасибо огромное, Дэрья. А у меня к вам вопрос. Чувствуете ли вы себя автором хоррора, автором ужасов, автором всего такого страшного, мистического, непонятного? Нет, если честно, факт вот до сих пор не чувствую. Мне просто критики в свое время сказали, что ты пишешь хоррор. Мне пришлось понимать и согласиться. Но мне до сих пор сложно себе представить, что настолько нервный и пугливый человек, как я, отмечет то, что называется хоррором. Но почему-то читатели на это ведутся, я не знаю, почему. То есть вам не было страшно, когда мы это читали? Нет, по-моему, это все наоборот очень мило и уютно, что иногда кого-то едят, но это и в нормальном мире происходит, это регулярно. Нет, нет, что и говорить, у нас по соседству выступает Николай Старик. Вот, где ужас. Вот, где ужас, да. Михаил, что-то уже как-то вот не пытается его замолить. В этом себе, как бы, да, нет. Михаил, а вам вопрос. Казалось бы, хоррор, не знаю, может быть, это обманчивое впечатление, но очень часто хоррор ведет, конечно, в благополучных обществах, когда, наоборот, там, где у людей спокойно жить, все разгреяно, и спокойно там требуется что-то, что подогреет кровь, что как-то ее разбонит вагеном. Касанусь по российскому обществу, не может жаловаться на то, что будет разогревать кровь без всякого хоррора, как вам кажется, чем связан просто этого жанра, развития этого жанра в России. Да, вопрос к вам обоим, на самом деле. Ну, я тогда вступлю в возможность. Да, я ответил. Мне кажется, что, как сказать, настоящий страх, настоящий ужас живет в литературе того общества, которое глубоко не процитировано. Так общество прорабатывает свои страхи. Собственно, мы пишем страшилки, мы читаем страшилки для того, чтобы это какой-то элемент психотерапии. И мне кажется, сейчас наше общество, оно вполне по невротизации до зрела, до хорошего, качественного. Я думаю, дело так и шуток. Как насчет жанра политического хоррора? Ну, мне кажется, что Сорокина никто в нем не переплюнет. Это просто бесполезно даже вот так. Ну, а на мой взгляд, политика и хоррор, в принципе, политика и искусство это две очень противоречащие друг другу вещи, понятия. Потому что, ну, если мы будем писать что-то о политике, да, то это будут пропагандистские вещи в той или иной мере, да, в ту или иную сторону. Это будут вещи политических панфлеты какие-то, сатира политическая, сиюминутку что-то, да. Ну, написал человек рассказ, в котором там Путин превращается в монстра, допустим. Но Путин уйдет, и кому этот рассказ останется нужен? В свое время, где-то, наверное, в самом начале 2000-х, когда я еще был студентом, попалась мне антология современной прозы, да, не хора, а просто прозы современных российских авторов. И там был интересный, достаточно маленький, любопытный рассказ. По-моему, он назывался «Басилиска, если мне память не изменяет». За авторством, опять же, если мне память не изменяет, Ерофеева. Хотя я могу ошибаться. В общем, суть рассказа в том, что... Венедикт и Ерофеев. Да. Ну, возможно, я... Венедикт и Ерофеев. Ну, возможно, я ошибаюсь, потому что давно было, я давно читал. В общем, суть рассказа была в том, что злобный агент КГБ весь рассказ дьявольски пытал, вырывал ногти и так далее у несчастного гражданина. Соответственно, все это было во времена Сталина, и все это было окрашено в тона Сталина плохой и так далее, и так далее. Ну, понимаете, даже вот тогда, когда я был студентом в 2000-м, там, в 2001-м году, это уже тогда было устаревшим, на мой взгляд, неактуальным совершенно. Сталин уже давно умер. Как бы, чем мы пытаемся пугать или что мы пытаемся этим заявить лишний раз, послужить уже давно отступили, кому это сейчас интересно. Мне это было неинтересно. Соответственно, я считаю, что... Не понял? Вот в Восибирске памятник открыли на День Победы в этом году? Благородик, если человек, автор, желает что-то написать по этой теме, он может написать, но я считаю, что если ты хочешь показать себя смелым автором, смелым писателем, то пиши тогда на злобу дня сегодняшнюю, а не на злобу дня. Во времена Сталина такое написать, это, наверное, было смело. Было бы смело. Но что-то никто не писал. А сегодня каждый второй рвется писать. И на мой взгляд, я бы хотел, чтобы хуррор и политика были отдалены друг от друга, потому что политика это слишком всеминутно, а хочется делать искусство, которое на века осталось. Чуть-чуть расширяю эту тему. У вас есть коллега, я не помню, как не был, но вы сейчас не напомните. Который всегда говорит, что самая страшная книга, которую я читал, это кон-армия Исаака Бабеля. Дима Тихонов, по-моему. Да, по-моему, это Дима Тихонов говорит действительно. И с ним трудно не согласиться. Это действительно очень страшная книга для тех, кто читал Платонова, для тех, кто читал Бабеля. Русская литература местами может быть невероятно страшной. Скажите мне, зачем хурроры нужны, может быть, отчасти вот эти западные фиши, монстры, злопы, группы, оживающие что-то вот такое вот параметическое и так далее. Нужно ли это? Нелогично ли было бы предположить, что для русского хуррора подойдет вполне себе другой материал? Ну, я могу вспомнить рассказ другого своего коллеги, Александра Подольского, который назывался «Забытый чертом», назывался он, где были зомби, да, но это были зомби во время стройки вам, в те самые времена. То есть можно актуализировать таким образом тему зомби на нашей почве, да, можно перенести тему вампиров на нашу почву. В частности, у меня был юмористический рассказ в моем сборнике, где вампир, графоман пришел к издателю. То есть я написал сатиру в хорре, написал сатиру на мир графоманов, писателей, издателей, редакторов. И вот вампир, человек, который, будучи графоманом, состет кровь из редактора. Соответственно, он бы ругался с редактором в этом рассказе и обвинял ее в том, что вы, редакторы и корректоры, правите наши тексты, состете из нас автора кровь. То есть можно, все дело только в голове автора, что автор в голову впредет. Если он подберет хороший образ, хорошую метафору, то этой хорошей метафорой может быть и вампир, и зомби, и оборотень, и бог, он да еще, и маньяк-убийца. Все зависит от того, какую цель и задачу ставит перед собой конкретно автор. На мой взгляд, может быть, ударить другое мнение. Я вообще очень не люблю реализм. Меня в институте перекормили за 5 лет, и требованиями писать реализм тоже перекормили. И монстры, чудики, духи и так далее – это мои главные герои. Людички, они там скорее ищут. Так что если убрать мои главные герои, то мне не останется на чем писать. И еще добавлю насчет того, что было упомянуто в вопросе, значит, что коррор стоит писать в таких идиллических обществах, где все хорошо, где ничего плохого, экстремального в жизни не бывает. Но на самом деле Горвард Филлипс Лавкрафт и Жизхимов, его времен авторы, они писали во времена Великой Депрессии в Америке, когда был жесткий кризис, и люди выбрасывались из окон и кончали жизнь самоубийством. Тем не менее, Лавкрафт рос и писал именно вот в эти времена. Так что коррор, как и любое искусство, его можно творить в любую фоку, в любом обществе. То есть он вне времен находится, вне политики, вне каких-то территориальных, географических особенностей. Где страшнее в прошлом или будущем, это каждый сам без себя читатель, рецепиент решает, да, кому что более сложно и страшно. Для меня лично самое страшное, то, что здесь и сейчас происходит в нашем духу, в нашей окружающей реальности. То есть... Николай Стариков в зеленый цвет покрасил, он стать похож на фонтоваз, тогда это, наверное, будет страшно. А может быть смешно, кстати, да, все это в такой ситуации. Но на самом деле, вот когда бытовые какие-то элементы начинают вести себя странным образом, то есть наши соседи, наши дальние родственники, как в одном из рассказов автора Александра Макюкина происходило, у меня есть рассказ, где маршрутка превращается в монстра и ест своих пассажиров. Вот это вот страшно, да. А кому-то страшно, наверное, это страшно для меня, а кому-то страшно, наверное, если происходит в далеком прошлом, либо просто по коллективчику, в пост-опоколектическом будущем. Спасибо, Даша. Конечно, страшнее всего то, что происходит здесь и сейчас, а самое страшное на австраде, это просто не спрашивает. Ванно, что у меня с паренью пахнует. Не будем называть фамилии. Как говорят, мне на то, что какой-то пахнет. Как видите, это какие-то существа, да, то есть я кого-то, что-то не любил и читаю, мне считает, как это зомби, да, пускулианты, например, люди с некоторыми посторонными способностями и кто-то естествуются, но всё-таки интересно, что у меня есть фамилии обычных людей, да, людей, которые нечего не интересуют на руках, но где их появилось, что уже существовали. Подしゃлими, на помощь лицо уже. Ну, он такой аморф, сallоганейский мусор. Вообще, хоррор это в первую очередь, наверное, все-таки литература о людях. Не обязательно о людях плохих, это может быть литература о людях хороших, которые будут главными героями, но это должны быть живые люди из нашей реальности, ну, либо из прошлого или будущего, но они должны быть живыми, они должны быть настоящими. И с ними могут происходить всевозможные страшные, пугающие события, они могут встречать в своей жизни плохих людей, маньяков, убийц, людоедов и так далее, могут встречать мистические какие-то существа, какую-нибудь поломницу, не знаю, там, водяных лешек, вампиров, оборотников, все это может быть. Главное это не монстр, главное это человек и то, как он взаимодействует с некими потусторонними, либо реальными ужасами. Спасибо. Я вот такой вопрос. Вот здесь по соседству проходит лекция известнейшего искусствоведа Валеры Косяковой, которая специалист по боску и по брейгерам. Одна из, один из тезисов подобной функции, это то, что называется синтептизм, да, то, что для средневекового человека, то посторонний мир, магия, монстры, демоны и так далее, были частью повсемебной реальности. Я думаю, абсолютно не вынужденными существами, а действительно частью настоящей реальности, которой есть свидетели, которые есть люди, которые это могли пересказать, исходя из личного опыта. Как вам кажется, насколько литература хоррора является, ну, может быть, в некоторой такой сублимацией вот такого современного уже прагматичного взгляда на мир, который как раз лежен с вот этой вот обратной стороны демонов, которая является частью нашей реальности повсемебной, вполне себе так, как это было в средневековье. Или нет, совсем мимо. Какой же он был фактично, и мы же остались, по-моему, с точно таким же магическим сознанием. Точно такая же часть абсолютной нашей реальности, это что там, это специальные молитвы, которые нужно читать. Посмотрите, вот так, всяческие ритуалы, черная кошка перебежала дорогу, посмотрите, что пишут люди в интернете, посмотрите на современные молитвы. Сейчас частью нашей реальности что-то там, НЛО, встречи с пришельцами. Для вас это реальность? Нет, я говорю, но для вас реальность. Фантасты не верят в своих созданий, мы как раз самые главные прагматики. Но сейчас мышление у нашего человека, у постсоветского человека, мне кажется, оно магическое, как никогда бы его намешалось, круче всего, и люди во все это... Ну, из чего оно сделано? Из чего оно сделано? Конечно, ведь, ну, понятное дело, что советская мифология была совершенно другого, из другого материала сделана, да? Она не подходит все-таки для вот такого мистического... Но она прекрасно примешалась, она прекрасно примешалась. Я вот как раз недавно читала книгу «Современная российская мифология», это меж 20-21 века. И там описывали, например, в современной, значит, советской мифологии на то время, насколько жития пионеров-героев напоминают жития святых. Это все смешивалось, это было огромным половином котлом. И сейчас мы получили мифологию совершенно уникальную, малую исследованию, нет, очень интересную. Вы исследуете ее? Ну, нет, я все-таки... Мне кажется, что вы, да, вообще-то более к традиционному материалу скорее. Нет, я интересуюсь в такой мифологии или в такой филеористике, но я сама филеористом, к сожалению, не являюсь. То есть я читаю то, что собрали за меня. Спасибо. Михаил. Ну, говоря о фольклоре, мы, кстати же, планируем еще создать книгу-альбом «Артбук», посвященный славянской нечисти. И вот как раз с Тарьей мы об этом разговаривали некоторое время назад. И, в принципе, договорились, что она будет участвовать в создании этой книги. То есть вот у нас был издан артбук по Лавкрафту, его монстры, описания и иллюстрации. И вот то же самое попробуем сделать на базе славянского фольклора нечисти наших народов. Бестиарий. Да, бестиарий, фактически. Ну, бестиарий, я не знаю, бабу-ебу, наверное, животным, близок назвать все-таки, поэтому не бестиарий, монструарий, может быть, какой-то, что-то вот он должен. Здесь очень интересно посмотреть, насколько он будет совпадать. Есть европейские местиарии широко известные. Их довольно много. Они были опубликованы, в том числе, например, восточные европейские местиарии. Вот тоже бестиарий Анджея Саповского, который, конечно, на стыке Востока и Саповского. Ну да, там присутствие наше. Хочется посмотреть на то, насколько Соловянский бестиарий будет наследником бестиария Западного, да, насколько он будет полностью самостоятельным явлением. Ну, это не зависит от авторов статей, да, вот для этой книги. Это не зависит от художника, собственно. Это зависит, собственно, наверное, это ни от чего не зависит. Это фольклор, он, он ведь существует для каждой нации, для каждой страны свой собственный, но все во многом перекликается. И упыри, это вот наше родное, хотя на Западе есть вампиры, да. Да, просто я громко пою, поближе говорите. Какие эти мелодия там сложатся? Естественно, эти мелодия там сложатся, естественно, да. У пыри. Но на самом-то этаже у древних греков присутствуют некие вампирические образы, насколько я предпоминаю, только не помню, как их называли. То ли лами, то ли еще как-то вот такое. Ну да, ну нельзя забывать о том, что у нас и большая страна, и славянская... Очень-очень будет сложно собрать всех, и практически невозможно, потому что этих низших божеств, их огромное количество развивались в славянской патологии, в общем-то, только они. Потому что до того, как у нас сформировался тот домер Бога, 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 пришло христианство, признание на этот вирус. Соответственно, развивать могли только низшие. И в каждой области, чуть ли не в каждой деревне были какие-то свои духи, им придумывали названия, голосовали с ними за их отношения. И поэтому это все напоминает такой пулей, и в каждой сути кто-то живет. И как все это объяснить, я даже себе смутно пока представляю. Все равно обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет. При этом это вещи, которые сохранились, которые можно выклить. Да, они сохраняются до сих пор в пыличках. Про них никогда ничего особо не записывали. Пылички – это устное предание. Как вот сейчас то, что люди рассказывают про встречи с ИНО, это, в общем-то, тоже в пыличке. Понятно. Вот, они сохранились в пыличках, и обязательно найдет кто-нибудь, кто скажет, что вот, а вот наши вы шишики, у вас сборники нету. Или у вас сборники – правильный шишик. Спасибо. Спасибо.